Ну, я напомню, что на прошлой лекции мы стали изучать модели зонной структуры и эффекты спинно-орбитального взаимодействия. Это было важно, ну, просто потому что, как оказывается, сегодня мы еще раз увидим и убедимся в этом, что спинно-орбитальное взаимодействие иногда и во многом является просто ключом к пониманию зонной структуры, но уже к явлениям более тонким, которые развиваются не только в системах размерности 3, но и в низкоразмерных системах. Значит, мы в тот раз двинулись немножко медленнее. Я постараюсь, по крайней мере, отчасти наверстать упущенное. Ну, вот давайте я верну обратно свою доску. И, естественно, нет, смотрите, заработало. Ну, вот, прекрасно. Значит, доска есть, это есть, это есть. Ну, и вот я напоминаю, что в последнем эпизоде нашей лекции речь шла про модель Кейна. Я думаю, что некоторые из вас, по крайней мере, присутствующие в аудитории с ней сталкивались. Ну, и, значит, вот мы рассмотрели самый простой случай без учета спино-орбитального взаимодействия. Значит, ситуация была совсем тревянная, спина нету, есть функция в зоне проводимости S типа, есть три орбитали, значит, x, y и z, которые преобразуются как три орбитальные блоковские функции, которые преобразуются как, значит, координаты x, y и z в валентной зоне. Ну, и, естественно, есть только один ненулевой матричный элемент оператора импульса. Ну, вот, для Мельтинян оказывается очень простой. Такая ситуация изотропная система. Для Мельтинян, на самом деле, размерности более высокий, чем рассматриваемый полупроводник. Проводник имеет, скажем, точечную группу ТД. А здесь речь идет, ну, ясно, что о сферической симметрии. Ну, и поэтому можно направить волновой вектор куда угодно, например, вдоль оси Z. Значит, очень легко диагонализуется матрица. Ну, и вот мы получили спектр. Две такие симметричные зоны, зона проводимости и валентная зона. Ну, и еще две зоны отцепились, просто потому что нет соответствующих компонентов волнового вектора. Ну, нет и нет, ничего страшного. Вот такая вот модель. Ну, и я говорил, что есть намек такой, что на зону проводимости вроде ничего получается. А валентная зона, значит, вот есть намек, что есть какие-то условно легкие дырки. Вот парабола с ненулевой эффективной массой и, значит, две зоны плоские. Что, значит, что потом с учетом спиннорбитального взаимодействия ставим тяжелые дырки. Ну, и дальше, я напоминаю, мы включили спиннорбиту. Это было под самый конец лекции. Я сформулировал уравнение. Я не знаю, давайте проведем короткий опрос. Вопрос. У кого из вас не получилось найти спектр? То есть у всех получилось найти спектр? Вопросов не возникло, да? Хорошо. Проверим по-другому. У меня не получилось, потому что я это задание забыл. Ну, хорошо. Значит, я думаю, что остальные скорее так, чем не так. Ну, вот давайте я просто нарисую картинку, а уж извините, может быть, кому-то попадется этот вопрос ближе к экзамену. Ну, тогда, значит, может быть, обсудим его еще раз. Значит, схематически ситуация такая. Значит, в зоне проводимости более-менее ничего не произошло. При малых луновых к это парабола, потом она выходит на линейную зависимость. Ну, а вот с валентной зоной получается так. Значит, остается двукратно вырожденная зона тяжелых дырок, у которой эффективная масса бесконечно большая, дисперсиями. Но мы знаем, как ведет себя спин-орбита, поэтому здесь появляется еще одна зона. У нее сначала спектр параболический, а потом сильно не параболический, она выходит на константу. Ну, а здесь есть зона еще одна, появляется более-менее с параболическим спектром, переходящим в линейную. Значит, каждая из этих зон двукратно вырождена по спину. Значит, пока мы рассматриваем модель, которая обладает высокой, я еще раз подчеркиваю, симметрией. Во-первых, есть все повороты, а во-вторых, есть пространственная инверсия. Это легко проверить, если посмотреть на эти уравнения. Значит, при пространственной инверсии r на минус r меняет знак k, спин знака не меняет, но ведь уравнения ведут себя правильным образом. Значит, поэтому спиновое вырождение двукратное всех вот этих зон остается. Но вот, тем не менее, значит, уже конструкция, например, при не очень больших волновых векторах и при не очень больших вступлениях, соответственно, от гамма-точки, ну, она похожа почти что на правду. Значит, если учесть вклад далеких зон, то тогда, значит, зона вот двукратно вырожденная, которая бездисперсионная, вот эта вот тяжелая дырка, значит, она загибается вниз, ну, и, соответственно, опять же, и легкие дырки, вот здесь уже они, значит, вместо того, чтобы вести себя, выходить на константу, они начинают сгибаться тоже вниз. Ну, и здесь тоже дисперсия какая-то есть. Это уже эффект учета более далеких зон, это выход за рамки модели гейма. Ну, вот, тем не менее, такая модель, она очень простая, она разумная, и она позволяет уже рассматривать многие задачи в таком хорошем приближении, когда вы учитываете эвалентную зону и зону проводимости. Ну, и вот эта модель, она в том смысле очень близка к реальности, потому что есть полупроводники, которые ей прилично описываются. Значит, видимо, наименее прилично этой моделью описывается, скажем, арсенит-галя, ну, а лучше описываются узкозонные полупроводники. Индий-арсенит, Индий-сурьма. Ну, вот, значит, чем атомы тяжелее, чем больше спин-орбита, тем, значит, ближе зона проводимости и эвалентная зона, тем, значит, ситуация становится лучше. В принципе, есть еще один полупроводник, где эта модель работает, вот там параметры другие, спин-орбитальное взаимодействие другого знака, порядок зон другой, это, значит, я вот в скобках возьму ртуть-тылу. Мы про ртуть-тылу так сильно говорить не будем, мы поговорим чуть-чуть, когда пойдет речь о теплогических изоляторах, а это будет скоро. Но, тем не менее, значит, вот, до какой-то степени эта модель тоже работает. Коллеги, есть ли вопросы? Ну, есть ли вопросов? Можно, да, вопрос спросить? Да, конечно. То есть, получается, на Е от К должно было получиться уравнение шестой степени? Да, но на самом деле это уравнение у вас легко разделилось бы. Значит, во-первых, вы было бы вот это вот двукратно вырожденное, значит, она просто вылетела бы сразу. Нет, я говорю шестой, да, без вот этого. А, без вот этой, хорошо, без вот этой, значит, это было бы уравнение на Е, значит, ну да, Е в кубе равно, там, чему-то, как квадрат на Е. Я могу уравнение привести, если вы хотите, для спектра, чтобы вам было к чему подгонять. Да, можно, у меня просто, видимо, не то уравнение получилось. Хорошо, давайте я покажу, давайте я приведу уравнение, вроде у меня без ошибки, но я проверял, значит, ну вот, проверьте потом, тогда сами этим блогом писать. Значит, Е, конечно, ближе к экзамену я выложу всякие материалы дополнительные по курсу, я думаю, что я выложу в каком-то виде конспект, или вот, ну, может быть, эти заметки, я не знаю, выложу или нет, плюс 3 на 3 умножить на 2. Вот, Екатерина, должно получиться что-то такое, я не знаю, вы видите? Да, я вижу, спасибо. Ну, на самом деле, как бы, действия это простые нужно сделать. Вот у вас есть эта система уравнений, я бы делал так. Ну, видно, что сюда входит векторное произведение, сигма на V, ну, значит, наверное, нужно поумножать эти уравнения, скалярные векторные, нижние уравнения нужно поумножать скалярные векторные на сигму. Ну, да, я поумножал это. Ну, да, после этого, значит, уже некоторые преобразования, более-менее, там, значит, со второй попытки, а то из первой у вас получится уже, значит, какое-то явное упрощение. Ну, в общем, если потребуется, мы это, конечно, отдельно обсудим, просто сейчас это пока считаете, что есть задание, и кому нужно, вот, еще раз доделать, вот, уравнение, пожалуйста, значит, оно есть. Ну, я надеюсь, что все желающие это уравнение списали, кто не списал, я не виноват. Ну, и, значит, вот последнее уже совсем голубым по Европам, все-таки три модели зонной структуры, которые я не могу не упомянуть. Дело в том, что одна из них нам потребуется буквально, значит, через полчаса, когда мы займемся уже низкоразмерными системами, так сказать, в объемных материалах, которые возникают сами собой. Ну, а, значит, еще две, конечно, я не могу тоже обойти внимания. Значит, ну, давайте начнем с конца, как удобно, если кто-то решил, что, может быть, значит, начнем с того, что называют моделью Дирака. Ну, и, собственно, модель Дирака строится точно так же, как строится уравнение Дирака или Гамильтинян, который подчиняется Писпинор для рентивистского электрона. Ну, с той лишь разницей, что, конечно, параметры, которые войдут в соответствующий Гамильтинян, они, значит, играть, они будут аналогами соответствующих параметров уравнения Дирака, ну, значит, их физический смысл будет в другом. Я приведу Гамильтинян, значит, а потом мы его коротенько обсудим. Я его сначала запишу в таком блочно-диагональном виде, извините, я не буду писать его там через матрицы альпа или через матрицы гамма, я его напишу через матрицу 2 на 2, и я его напишу через матрицу, значит, через матрицу, через матрицу 2 на 2 единичную матрицу, 2 на 2 единичная матрица, и через матрицы Паури, сигма, значит, сигма x, сигма y, сигма z. Значит, Гамильтинян будет 4 на 4, ну, и проверьте, это такое, значит, представление уравнения Дирака вполне вам могло встречаться. E, G пополам на единичную матрицу здесь, минус E, G пополам на единичную матрицу здесь, а здесь стоит так, H, какой-то параметр размерности скорости V, K скалярно на сигма, H, V, K скалярно на сигма. Гамильтинян имеет такой вот блочный формул, значит, ясно следующее, если я положу K равную нулю, то недиагональные члены пропадут, ну и вот величина EG, это просто, значит, ширина запрещенной зоны. Ну, а спектр, вы сами понимаете, какой, значит, дело в том, что если глазами или умственно сделать замену, EG заменить на 2M0C квадрат, а V заменить на C, то мы просто получим одно из представлений насчет как бы Диракского уравнения. Ну, а тогда понятно, что спектр будет равен E плюс-минус корень квадратный из EG пополам в квадрате плюс H в квадрате V в квадрате K в квадрате, ну и каждая зона будет двукратно вырождена. Вот полновой вектор, вот энергия, значит, зона проводимости, валентная зона, спектр симметричный в этой простой модели, ну и изотропный. Можно, конечно, рассматривать всякие анизотропные варианты для такой модели. Модель Дирака, она удобна для двух вещей. Во-первых, это тоже простая модель, которая сразу вам позволяет учесть зону проводимости и валентную зона. И вот, значит, так получается просто и естественно. Во-вторых, есть системы, в которых такой спектр, ну или примерно такой спектр реализуется. Например, более-менее эта модель, но с некоторыми тонкостями, с тем, что просто появляется анизотропия, работает для многих соединений на основе калькотинидов свинца. Например, для соединений типа Плюмбум-С, Плюмбум-Селен. Конечно, с некоторыми оговорками, ну вот там вот запрещенная зона, если я не ошибаюсь, возникает в боковой Л-долине, и вот спектр примерно такой. Ну, могут быть и другие системы. На самом деле, в некоторых случаях модель Кейна, если еще поотбрасывать там кое-что лишнее, можно попробовать свести тоже к модели Дирака. Значит, иногда все работает, иногда все это полезно. Вот такая очень простая модель. Ну, вот это трехмерный случай. И очень часто модель Дирака еще используют для описания двумерных систем. Есть замечательная совершенно система, где она работает. И тут модель Дирака в двумерии вообще выглядит очень просто. Гамильтониан, значит, он такой, Ежепополам умножить на матрицу Сигма-Зет, на матрицу Паури и Сигма-Зет, плюс H, В, Сигма скалярно на К, где волновой вектор К, уже он теперь лежит в плоскости и имеет только две компоненты. Кейнс и Кейнс. Ну, что тогда получается? Если я напишу это в матричном виде, совсем просто. Ежепополам минус Ежепополам, Сигма-Икс К, ой, что я напишу? H, В, К, Х минус и К, У. Ну, а здесь, соответственно, эрмитово-сопряженная К, Х плюс и К, У. Спектр тот же самый. Ну, вот такая, опять же, очень простая модель. Значит, если, например, Ежепа положили равное нулю, это просто графин. Значит, в графине вот эффективная скорость В, это примерно в 300 раз она меньше, чем скорость света в вакууме. Если Ежепа не равно нулю, то такой упрощенный спектр работает, например, на слоях типа гликотинида в переходных металлах, в каких-то материалах типа молибден С2, вальфрам С2 и так далее. Ну, вот здесь широкий класс материалов, двумерных материалов. Я про них чуть-чуть упоминал на первой наводной лекции, где вот такой гликотинианд реализуется. Значит, что, опять же, удобно? Удобно, что такая минимальная модель, она учитывает валентную зону и зону проводимости вместе. Вот очень часто, значит, нужно принимать во внимание и то и другое. И вот важно, что здесь я хочу подчеркнуть, это, может быть, выглядит так немножко, значит, пока условно, но тем не менее, вот все эти гликотинианды, они предполагают достаточно сильное спинно-метальное взаимодействие, кроме случая графена, который особый. Но вот во всем остальном, значит, если мы говорим о протихолспегениде переходных металлов, вот про гликотинид и свинца, там формирование спектра в значительной мере играет роль спинно-метальное взаимодействие. Вопросы? Ну, хорошо. Вот, смотрите, мы уже двигаемся, значит, довольно активно. Мы посмотрели модель одного великого ученого, Дирака. Теперь, значит, еще одна модель из той же серии. Значит, модель Вейми. Мы, наверное, больше к ней возвращаться не будем. Но есть системы, значит, трехмерные системы, которые называются полуметаллами Вейля. В честь известного, я бы сказал, математика или матфизика, как сейчас бы сказали Вейля. Гамильтинян, описывающий электроны, в которых он, вообще говоря, имеет следующий вид. Полуметаллы, в них ширина запрещенной зоны равна нулю, но зоны касаются друг друга. Значит, поэтому гамильтинян такой, единичная матрица. Некоторый вектор А скалярно на К, ну, или можно написать это так, А альфа, К альфа, и подразумевать суммирование по повторяющемуся индексу. И я дальше буду суммирование по повторяющемуся индексу опускать. Значит, если все идет нормально. Ну, это простой вклад. Следующий вклад чуть более сложный. Входит тензор, если угодно, второго ранга, Б альфа, Б, сигма альфа, К, бета. В простом, но опять же, подразумевая суммирование по повторяющим синдексам альфа и бета. Значит, в простом случае, изотропная система, ну, я бы даже сказал, не система, а модель все эти, конечно, полуметаллы Бейля, значит, для которых это работает в том или ином виде, я вот себе подписал. Например, талий арсенит, или необия арсенит, или фосфит талия, или фосфит необия, или всякие соединения типа твердых растворов висмут, стильный висмут-сурна. Все эти системы, конечно, в реальности сильно изотропны. Но тем не менее, если я возьму самую простую изотропную модель и еще и выкину слагаемое с А, то тогда гамильтинян Вейля, он будет иметь простой вид, и я по ПУП тогда могу снова обозначить как H на какую-то эффективную скорость В, сигма скалярно на К, ну и спектр, как говорят, это просто Вейлевский конус. Энергия от К – это просто вот… Линейная зависимость. Вот такая вот. При наличии слагаемого с А, не равном нулю, ну понятно, что происходит. Этот конус просто наклонится куда-то. Я вот не уверен, что я смогу это нарисовать, я сейчас попробую нарисовать. Значит, как-нибудь, может, у меня получится нарисовать зеленый конус наклонным. Ну вот, как-то так. Это красная кривая – это А равно нулю, зеленый конус – это А не равно нулю. Соответствующая точка, где происходит вырождение зон, где вот зоны касаются, эта точка называется просто по определению точкой Гелия. Значит, конечно, весь этот гаметинян, так же, как и любой КП Гаметинян, это приближенный гаметинян, он работает только вблизи этой точки. И, конечно, можно было бы придумать, в принципе, много систем, где есть касание зон, где вот зона проводимости и валентная зона касаются. Так что ширина запрещенной зоны равна нулю, но при этом, значит, как бы и есть точка Гелия. Но, например, эта точка находится глубоко где-то в валентной зоне, в какой-нибудь очень низкой валентной зоне, ну и все. Тогда там две зоны касаются, но все эти состояния заняты электронами. Не легировать систему так, чтобы нижняя зона была заполнена, а верхняя свободная, так, чтобы были какие-то эффекты, где эта точка бы проявлялась как-то, ну, не представляется возможным. Или, наоборот, эта точка находится где-то очень высоко по энергии, две зоны, опять же, касаются, например, две высокие зоны проводимости. Ну, тоже такое возможно, никто это не запрещает, но, значит, всякие эффекты, опять же, сложно наблюдать, потому что это просто точку не заселить электронами. Ну, а вот в тех системах, которые я перечислил, значит, оказывается, это показывают расчеты и эксперименты, что вот такая, значит, Велевская точка может быть где-то близко к уровню фермии. Можно обсуждать, в точности ли попадает уровень фермия вот в Велевскую точку или нет, значит, в полуметалле вроде должен точно, на самом деле могут быть некоторые детали, но я про это сейчас рассказывать не буду. Кроме того, есть интересные вещи, оказывается, что вот эта точка Велия, она, так сказать, они ходят всегда парами. Вот если вы нашли где-то в зонной структуре одну точку Велия, то найдется обязательно еще одна, есть соответствующая теорема, которая, на самом деле, известна из физики высоких энергий. Ну, вот это была модель Велия, значит, ну и, может быть, такая, опять же, простенькая задачка, вот в общем случае, когда у меня есть и вектор А, и этот тензор В, найти спектр Е от К. Значит, ну, это все очень просто, значит, вы можете подумать, как спектр выразить, особенно, если вы знаете спектр лизотропной модели. Еще различают, я опять же скажу, и мы двинемся дальше, еще различают полуметаллы Велия, значит, как говорят, первого и второго типа. Ну, это связано с тем, что в полуметаллах первого типа у вас вот наклон, если он есть, значит, параметр А, если он не равен нулю, значит, этот наклон маленький, и конус действительно вот выглядит так, как на рисунке. Ну, а в полуметаллах Велия второго типа наклон или, по-английски говорят, сил столь большой, что, значит, этот конус начинает касаться горизонтальной плоскости или вообще переворачивается. То есть, в принципе, значит, можно было бы изучать такую свращенную ситуацию, я сейчас попробую это нарисовать, но потом у меня не получится. Когда вот есть Е, есть К, значит, а конус устроен вот как-то так. Конус наклонился вбок очень-очень сильно. Вопросы? Ну, я надеюсь, что вопросов нету, и мы можем двинуться дальше. И, наконец, последняя модель. Вот я ее сейчас быстренько изложу, а потом к ней будем уже возвращаться сегодня более подробно. Эта модель, ее часто называют, значит, по именам просто трех авторов, которые ее сформулировали. Хотя, конечно, такой-то меня люди писали и раньше, значит, называется модель Берневика, Хьюза, Жанра, Берневик, Хьюз. Соответствующий гамильтониан был написан не так давно, в 2006 году, вот имя, на самом деле, для двумерных систем. Но мы сейчас изложим его трехмерную версию. Двумерная версия, ну, она почти такая же, там все просто. Значит, эта модель описывает, вот если говорить про трехмерный случай, описывает трехмерные топологические изоляторы. Про то, что такое трехмерный изолятор, я поговорю сегодня, чуть-чуть позже. Значит, например, материалы такие, висмут-2-селен-3, висмут-2-телур-3, или, например, стибиум-2-телур-3. Ну и некоторые твердые растворы на их основе, висмут-2-селен-телур, ну, соответствующие долями. Эти кристаллы, они описываются точечной группой D3D, есть ось вращения третьего порядка. У них сложная довольно элементарная ячейка, я, значит, поэтому ее даже не буду пытаться, стараться рисовать. Значит, и в простейшей модели, значит, нужно учесть четыре состояния. Значит, блоковские функции ведут себя вот так. Все блоковские функции, которые нас интересуют, преобразуются как Z-координаты. Вот оказывается так, что в этих системах и зона проводимости, и валентная зона, они преобразуются как бы как Z-координаты. Но поскольку эта группа D3D, в ней есть центр инверсии, значит, функции обладают разной четкости. Поэтому есть функции Z+, и есть функции Z-. Значит, при всех поворотах они ведут себя как координаты Z. А при отражениях функции Z- не меняют знак, а функции Z- меняют знак. И нужно учесть спин. Значит, может быть, Z-плюс со спином вверх, может быть, Z-плюс со спином вниз, может быть, Z-минус со спином вниз. Ну и вот давайте, значит, я просто приведу гамильтанья. Значит, вот в базисе состояний, который вот такой Z-плюс вверх, значит, Z-плюс вверх, Z-плюс вниз, Z-плюс вниз. Значит, соответственно, гамильтанья в передневигах юзажанга, он выглядит следующим образом. Тоже, конечно, это КП гамильтанья, но вот я его запишу в тех обозначениях, которые сейчас являются стандартными. М от К минус М от К, АКЗ, АКЗ, 0, 0. Извините, не А, А1. Здесь стоит А2, К- и К- это есть КХ- и КУ. К плюс это будет КХ- и КУ. Здесь будет стоять тоже А2, К-, ну а здесь, значит, по эрмитовости будет стоять А2, К- плюс, А2, К- плюс. Константа А2 и константа А1 считаются веществами. Здесь стоит 0, здесь стоит 0, ну и здесь второй блок этой матрицы, он, значит, выглядит аналогичным образом, только вот константа А1 поменяла знак. Ну, это в какой-то мере можно, значит, с согласованием фаз, значит, чего-то либо избежать, либо не избежать. Гамильтаньян 4 на 4. Вот линейный полнового вектора члена я привел, есть еще и квадратичные пока члены, собственно, вот они описываются этой функцией М от К, которая имеет такой вид. Константа минус B1 КЗ в квадрате минус B2 КХ в квадрате плюс КУ в квадрате. Понятно следующее, что если я К положу равную нулю, волновой вектор, волнового вектора нету, то у меня будет, значит, два блока, они разобьются, значит, энергии будет плюс-минус M, поэтому, значит, ширина запрещенной зоны, это есть просто 2 на модуль N. Сама величина M на самом деле может быть положительной отрицательной. Значит, еще добавляют к этому гамильтаньяну еще часто такой какой-нибудь квадратичный член в виде D1 КЗ в квадрате плюс D2 КХ в квадрате плюс КУ в квадрате. Иногда этот член нужен, иногда этот член не нужен. Значит, он дает просто общую движку в параболическую зону, либо вверх, либо вниз, в зависимости от знака константа D1 и D2. Ну и видно, что вот есть смешивание зон линейными пока слагаемыми. Ну и, я не знаю, спектр, собственно, писать можно, конечно, и в общем случае. Ну вот, например, в частном случае, если я направлю К по оси Z, вот так я захочу, то есть по оси третьего порядка, то тогда у меня видно, что вообще блоки разбиваются, у меня вот верхний блок, спин вверх и нижний блок, спин вниз, они оказываются расцепленными. Ну и спектр выглядит следующим образом. Е от К равно, если вот эту штуку мы обозначим за Е0 от К, то значит это будет Е0 от К плюс-минус корень квадратный, ну а здесь будет стоять М квадрат от К плюс А1 КЗ в квадрате. То есть, опять же, две зоны более-менее симметричные, ну точнее говоря, экосимметрия возникает только в меру вот этого самого Е0. Ну и, значит, опять же видно, что спектр, значит, он такой, где-то он параболический, где-то он линейный. Значит, если качественно рисовать картинку, то опять же будет что-то примерно вот такое. На самом деле чуть-чуть более хитро, значит, вы можете попробовать поиграть, подиагонализовывать этот гамильтаньян и, значит, посмотреть, что у вас получится. Ну вот, наверное, это была такая самая сложная наша часть, в том смысле, что физики здесь почти не было, а была такая то ли зоология, то ли непонятно что. Вот я просто предъявлял каких-то гамильтаньян и минимально их комментировал. Ну вот, надо сказать, что теперь вы, по крайней мере, все эти слова слышали. Гамильтаньян Дирака, модель Вейля, модель Вернивика Хьюзо-Жанга, модель Кейна, гамильтаньян Латтинжора. Ну и, значит, можно как-то этими вещами будет дальше манипулировать и, значит, изучать уже какие-то логические эффекты. Коллеги, есть ли какие-то вопросы? Сейчас мы сберемся дальше.